стрим ворвется отлично звони инесса жаждут все инессы услышать есть повод привет 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 ну что поздравляем тебя во первых с победой отличные игры сегодня показали было на что посмотреть да красавчики спасибо постарались ну как бы все таки это вообще наша первая игра и мы даже не успели еще потренироваться вместе ну как бы так вышло потому что довольно все быстро это вот получилось ну вот собрали состав там и так далее и буквально вчера только там вечером ночью поиграли в паблике там в пятером буквально 3-4 игры соответственно никакие не страты ничего сейчас играли так на опыте грубо говоря там от умения каждого и в общем то даже без стратегии без каких-то наработок поэтому в принципе довольны хотя конечно ошибок масса и вообще игра далека от идеальной но для первого раза сойдет а какие основные ошибки вообще ну такие вот прям ну много недопонимания конечно у нас ну конкретно у меня например вообще за всю свою историю не было опыта профессиональной игры с ну с нерусскоговорящими игроками то есть я конечно играл много там с ними в разных местах в миксах еще где-то но чтобы именно профессионально играть в одной команде такого не было поэтому конечно есть какие-то моменты ну с языковым барьером с тем что не успеваешь сказать какие-то вещи которые ты по-русски ну как бы легко говоришь а по-английски тебе надо вспомнить какое-то слово которое ты не используешь обычно ну бывает ну и плюс само по себе что все таки к уроке вот ну он своим пониманием он же играет доду там 7 лет тоже где-то и я там 7 лет и мы никогда вместе не играли соответственно у него свои какие-то мысли в голове у меня там своим ну команда становится командой действительно серьезной когда все пятеро думают примерно одинаково хотя бы а пока конечно тут немножко разные такие мысли во время драки во время вообще игры но тем не менее люди все по скилу как бы высокие поэтому все равно игра игра идет нормально да тут тебе все просят передать тебе что ты молодец но я думаю всей вашей команде можно это передать какая сегодня все таки самая сложная была игра я так понимаю можно выделить две где вы играли с интимагом и где вы играли с шадоу финдом и обе были очень такие непростые пришлось их тащить ну да но это наоборот как бы на руку что нам вот сейчас вот попались такие ребята которые дали нам бой да то есть мы не просто там пошли и выиграли всех легко а что тут были сильные команды действительно эпидемик дтс и кол это ну как бы дтс там и кол это в топ 10 рейтинга сейчас на том же госу геймерс ну кол на топ 3 да и ну они прямо скажем не топ 3 они за бывшие заслуги там сидят но я думаю все в топ 10 они где-то остались ну и дтс сейчас очень на подъеме ну и эпидемик они может быть не очень в рейтингах но они дают прикурить много кому и постоянно заставляют ну с ними была сложная игра конечно да да с ними была сложная игра они знают как бы ну что делать с вот с антимагом или с любым другим фармящим героем то есть правильные мысли у них по тому поводу что надо взять сильных героев и попробовать задавить не дать раскачаться но собственно у них получалось но у нас вышло в итоге лучше что мы все таки смогли дать нашему антимагу получить достаточный фарм и выиграть а что насчет самый сложный ну наверное все таки вот это последняя игра самая сложная получилась ну такая то есть на самом деле в определенный момент уже казалось что нам вообще будет дико трудно здесь что-то вытащить но там какое-то драка по-моему по-моему сверху когда они первые первый врыв на хг когда тайц запорол две ульты можно сказать да 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 вот первый врыв хд мы даже не знали что у тайда этот рефрешер если честно никто не знал даже мы не знали на него как бы даже не кликнул никто не понял и вот это начинается драка первые ульты типа в молоко все начинают врываться мол у тайда ульта нет и второй там уже ну он уже не запорол второй он уже нормально там всадил но им все равно не хватило там у нас еще и сэв с бкб панда там очень плохо у них заултила сразу убили огненную она там не надамажила ничего ну короче ну они плохо сыграли или мы хорошо я не знаю так как там пошло но после этого момента уже нам было понятно что проиграть нам здесь будет трудно потому что нельзя короче а на что рассчитывали именно вот на эту жесткую комбу дарксира энигма сф или все-таки на то что сф с руки как ни крути он всем героям там в общем то рассчитывали и на то и на другое но тут как бы такую ситуацию сложную мы создали себе сами ну то есть у нас санта уже как бы я запалил поэтому можно сказать что он там на энигме ну не очень хорошо отыграл прямо скажем анонсировали официально так я говорю что я уже типа я уже знаю что ну там как бы санта плохо сыграл то есть вначале ну бывает ну ошибся дал панде фраг а дальше ты даешь панде фраг пока ты там появился пока тура сюда панда уже шестой груб говоря получила санта пришел обратно его опять панда убил ну закономерно там ничего не поделать потом мы там сантой что-то вместе чуть не умерли или умерли 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 с нижнего лайна началась такая вот ну катавасия потому что когда там венгага четвертого уровня там энигмы пятого а панда типа восьмого с фейзами это уже перебор вот ну и опять же к уроке тоже на миде отдался инвокеру я там не видел как он тоже как бы ошибка его личная там юзанул инвокер сразу после колд снэпа ветра и не оставил просто ну бывает такое что ну грубо говоря то есть кто-то же постоянно кого-то убивает где-то да в этот игроки то там в кол это же не какие-то из паблика да в конце концов топ-3 игрительных гусу геймерс то есть могут заставить попотеть небольшие ошибки тут там преимущество отдали а у них такой пик еще что они как бы с преимуществом пошли и начали нам все ломать товара там и так далее поэтому стало трудно так то по нашему плану все должно было быть намного проще санта не должен был умирать снизу там и к уроке не должен был умирать на миде и мы должны были ну просто грамотно линии отстоять а дальше действительно сф с бкб просто там начинает раздавать но все пошло не так нам это наоборот на руку потому что лучше такие игры вот выигрывать переламывать как-то ломать ход игры чтобы иметь опыт именно такой вот потому что когда просто всех выигрываешь потом тебя заставляют потеть и ты не знаешь что делать чем больше таких трудных игр тем как бы легче будет потом на том же дримхаке играть потому что там будут команды посильнее и напрягать будут намного больше так ну есть такой общий вопрос наверное и к тесту и к нс что насчет интернешнл попадете ли вы туда и вообще какие планы с этим ну никто же не знает инвайты еще не рождены то есть инвайты ну я как бы знаю могу сказать у кого есть инвайты я две команды на самом деле знаю но я думаю что знаю три то что и CLG по любому дадут ну то есть навив по любому дадут CLG я думаю 99 процентов ну скорее всего то есть короче 100 процентов CLG дали и маузам у кого-то типа еще есть один инвайт в европе не знаю у кого соответственно там еще из азии будут приглашать какое-то количество ну и где-то примерно в районе там два три инвайты еще не придумали кому отдать соответственно за них надо бороться я думаю дримхак вот будет последний такой ну сейчас уроки как раз пишут в конференции что скорее всего будут до дримхака давать эти инвайты я помню прошлый интернешнл там команд много было там да с азии много было в этот раз тоже будет 16 и в этот раз я так понимаю будет что-то типа 8-8 или даже не 8-8 а меньше будут европе давать потому что в азии ну очень популярна дота тут как бы как никого не обижают в азии играют в доту наверное в общей сложности раз в 5-6 если не в 10 людей больше чем в европе ну там и людей живет больше соответственно да и поэтому играет больше поэтому и азии больше дают этих слотов в принципе на интернешнл в европе что-то в районе 5-6 максимум все остальное для азии поэтому сюда и попасть трудно претендентов здесь на статы эти на интернешнл гораздо больше чем 5 команд 10 точно да но мы как бы думаю будем играть везде где только можно показывать максимально хорошие результаты я думаю пару еще таких турниров с пару терпильными играми эпичными затаскиваниями я думаю можно мувиков налепить на час наверное с того что происходило там с последней игры с интимагом особенно дабл рэмпидж от некого баки это что то ну это боец баки кто смотрел это аниме читал может быть мангу я не знаю это известно такое аниме да я тоже смотрел вот кто его смотрел тот поймет баки не мог не сделать пару рэмпиджей как бы в финале ну соответственно это же баки про старладдер также вопрос слот ну все мало вопросов ребят что-нибудь поинтереснее давайте я уже про старладдер пока там нет вопросов могу сказать что непонятно возможно придется в про серии один сезон отыграть потому что ну как ни крути какой бы у тебя не был там хороший состав звездный не звездный как бы ты хорошо не играл слоты розданы а как ты туда попадешь кого-то придется ухать там по-моему инвайты все-таки будут делать нет там 12 команд остались с прошлого сезона которые заняли топ-12 а еще 4 команды попадают туда по всяким по всяким этим стыковочным матчем с теми кто выиграл про серию еще с кем-то ну вот за слот дарер можно было бы и поговорить ну ну вообще да возможно так и будет сделано я не знаю я вената спрашивал он сказал что он разберется действительно так если уж так подумать то у нас из дарера тоже игроков нормально получается играет в дарере осталось двое и у нас двое и в принципе ну непонятно то есть кому действительно ну типа им достается по преемственности потому что ну они остались этой организации дарера там все такое хотя конечно ну вот такая же примерно ситуация была у дтс и пгг ну да да ну и мобо там как то я ну там у исахары в слот в итоге отобрали вообще ну а исахара там уже не существовал как команда как существовал и мы же до последнего тащили мы сейчас на чьем слоте будем его спорт играть а да да и на ассути тоже на этом числоте будем играть ну и замечательно тогда почему дали фора я думаю уже и нас хорошо на этот вопрос ответил спрашивают долго ли ты будешь лес вардить может пересядешь на кэри ну у меня сейчас вполне себе хороший набор в команде игроков которые играют на кэри зачем мне это нужно я 7 лет варжу лес я на кэри в пабликах развлекаюсь если мне надо вообще конечно да ну хочу отдать тебе должное в каждой игре вот так вот умирать ничего у тебя нету один там сапог это надо ты привык наверное уже умирать надо поменьше я последнюю группу краймер отыграл довольно плохо ну так были такие ошибки у меня совсем неприятные правда тут в свое оправдание и в оправдании всех остальных могу сказать что мы обе игры играли на юсис хосте то есть на американском и с пингом там от двухсот до двухсот пятидесяти и это такой уже пинг он уже создает неудобства то есть там иногда героя заносит иногда там не успеваешь кинуть какой-то спел вовремя и так далее ну я в последней игре кстати сказали что можно будет играть на евро ну на евро сервере нужно играть но ты походу сказал гоу типа юс уже ну я не знаю не я не говорил кто-то другой сказал кто-то сказал ну в общем я намошнил админов чтобы они ну да бог бы с ним там на самом деле не так это страшно просто сам факт мне не нравится то есть это вот блин не хочется как какого-то там расизма и так далее но вот американские люди они такие вот нет я имею ввиду что с такой вот он логика этот человек то есть он считает что если вот у нас пинг 250 а у него пинг 150 а на вот на юсист а на вот на европе у нас будет 100 а у него будет у нас будет 120 а у него будет 200 там 50 это и он считает что вот это вот 30 пинга что у нас будет меньше то это значит что реально нельзя давайте лучше играть чтобы у вас 250 ну типа где логика то есть да мы с майлом это понимаем вот варкрафте американцы точно такие же были то есть с корейцем с китайцем то что у там у наших там у китайцев корейцев там пинг 400 это все равно то что им у них там 200 все мы уже не играем ну типа я говорю в этом конечно ну блин привыкли они что им все на блюдечке ну не знаю да и фиг бы с ними я смотрю на этих коллов мне смешно они сыграли на всех этих квалификациях вообще на всех их везде проиграли 5 по моему как раз у них отобрали да 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 у них м5 отобрали кейта мы и еще кто-то и везде вопросы сейчас во-первых спрашивают ну во-первых от меня там был вопрос то что пинг то большой я сам играл знаю как неудобно но тем не менее в первой игре так очень хорошо там ну наверное на курок можно было заметить потому что он там на инвокере играл микрил старался тем не менее как-то хорошо размикрили все видимо все таки ну не в доте 2 в первой доте с пингом 250 играть в принципе невозможно это уже просто неиграбельный пинг а в доте 2 по идее что такое 250 пинга это если уж так судить по научному что ли это ну ноль целых две с половиной десятых секунды делая четверть секунды да это типа вот в доте 1 это было не четверть секунды это уже под половину наверное а здесь вот именно по ходу четверть и более ну играбельно нет я не говорю что это вообще невозможно играть но чуть-чуть уже вот чуть-чуть какие-то моменты упускаются и у всех и у того же куроки он там ну неважно у кого ты просто какие то иногда микро вещи самые маленькие незаметные даже иногда самому себе не заметны и ты все делаешь по привычке а что-то вот не получается там стан не полетел ты вроде кинул нажал назад и если бы не было делать и бы кинул и побежал назад а mungkin кину л'куль como выful как бы стан очень не полетел а ты уже побежал назад потому что ну потому что ты привык что он должен как бы полететь ты игру чувствуешь а вот из этого дела и какие-то такие моменты выходит. Но этот, ну, более-менее играть может. Тут же такой вот интересный вопрос. Хотел тебе самого задать. НС смотрел игры китайских, но спрашивают про ДК. Я вот одну игру и Home не застал, сам тоже смотрел. Как тебе вообще, ну, Азия есть пока на что посмотреть? Или все-таки до Европы им далековато пока? Как раз вчера, по-моему, ты с Versutой там комментировал на ProDot 2, там три игры было. А, да, сори, я просто немножко отвлекся. Да, Азия подтянулась очень сильно. То есть, как бы, Азия, именно, вот, там есть команды Orange, Zenith, Myth Trust, там, AL, еще какие-то, наверное, которые я не помню. Они изначально играли в Dota 2, то есть, как вот, почти она как вышла там сразу, и они ясно делало, что они уже имеют задел хороший, они уже играют хорошо, и к ним уже можно присматриваться. А вот Китай, Китай начал играть буквально недавно. Опять же, там ДК, говорили, где-то месяц назад их менеджер писал, что вот мы начинаем ну, как-то играть в Dota 2, да, активно. И они реально начали вот недавно это все дело. Я тут смотрел их игры, и могу сказать, что если ДК уже на очень высоком уровне, но еще явно видно, что к игре они не привыкли до конца, то He Home находится на нереально высоком уровне сейчас. Я посмотрел пару игр, и я... Надо будет глянуть, сам Я остался с впечатлением, так сказать. То есть это то, что у нас здесь в Европе разборки какие-то. Почитай личку. Чекай личку. Личку, личку. Да, я чекал, чекал. Я на это и отвлекся. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Короче, то, что у нас тут разборки в Европе, все обсуждают там вот на ВИЦ, ЛГ, там, ДАР, РМ5, там, сейчас нас-то, наверное, причислить топу. Это все, конечно, хорошо, но с азиатами на том же интернешнале придется, ну, как бы считаться. Да, им еще и готовиться будет очень сложно, потому что нигде. Да, да, они там... Ну, ты считаешь, они все-таки будут фаворитами, а не Европа? А почему нет? Как бы у Китая действительно очень-очень сильная база Доты. Как бы у них команды действительно не просто одно название, профессиональный, да. Мы, конечно, тоже, ну, стараемся сделать, и Virtus.pro старается для нас сделать условия профессиональной команды, но нам еще далековато вот нашему киберспорту, в принципе, до профессионального. А у них, по крайней мере, в Китае, это уже поставлено на такое, на такие рельсы. Поэтому, если они захотят, если им... А, не захотят, они уже захотели, то время у них до интернешнала еще прилично. И с их упорством, умением, с их подготовкой, с их базой, это будут очень грозные соперники. Вот топовые китайские команды, я думаю, ДК, Ехом, и, может, еще какие-то, там, я сейчас не знаю, кто у них сейчас там, топовые в Доте 2. Ну, я думаю, будет интересно и трудно. В прошлом году-то их найв попросту, можно сказать, зарашили. В этом году они будут к этому готовы. Спрашивают, Инесс, как тебе Куроку на хардкэре? Ну, Куроку молодец, очень хорошо играет. Он сам говорил сегодня весь день, что играет очень плохо, потому что ему немножко неудобно, опять же, из-за того, что, ну, мы еще не привыкли, не проектировались друг к другу, плюс языковой барьер присутствует небольшой, но все-таки. Мы, конечно, все по-английски говорим, но, как я уже говорил, довольно трудно. Бывает иногда быстро что-то сказать, какие-то вещи, которые нужны. Но это, я думаю, решится. Вся ситуация просто тем, что мы будем играть вместе, начнем привыкать. По большому счету, если команда играет вместе долго, то она может уже практически без общения играть. То есть все уже знают, что делать. В чем была проблема Даррар, если взять игру на Старладдер, был похож на Микс? Такой вот вопрос. В чем была проблема, на твой взгляд? Все плохо себя чувствовали, на том турнире. Ну, как бы, не знаю, все приехали с каким-то другим настроением. Кто-то, может быть, приехал с настроением играть, но мы решили устроить что-то типа буткемпа за неделю до турнира. Но турнир, ну, в итоге буткемп у нас полностью провалился. В итоге мы там просто сидели, откровенно говоря, ничего не делали неделю. Ну, у кого-то запал пропал, кто-то просто что-то как-то не понял, что это турнир. Ну, не знаю, такое бывает. Это случается вот, когда у тебя нету даже какого-нибудь менеджера с тобой на поездке, какого-то человека или людей, которые там хотя бы как-то следят за тобой. Мы реально там и были Миксом. Мы там чуть ли не здоровались, когда на сцену поднимались играть. О, типа, привет. Давно пришел? Ну да. Пару часов он там поднимался. Какой ужас вообще. Так, когда будет стрим от НС? Вопрос, наверное. Наверное, ко мне больше вопрос. От каждого игрока будет... Скайдтест отвечает. В общем, от каждого, каждый игрок будет стримить. В итоге, со следующей недели к уроку 100% уже начнет стримить НС. Ну, с НС мы тоже разберемся. В общем-то, после десятого примерный список, точнее, примерное расписание стримов каждого из игроков уже будет составлено. Что скажешь своим фанатам, которых после сегодняшнего матча явно прибавилось, спрашивают Гурки? Ну, хорошо, если прибавилось. Я рад. Ну, что сказать я могу фанатам? Я как бы рад, что они у меня есть, что они болеют там за меня и за мои команды. Ну, вообще, я не о себе даже говорю, а именно за команды, в которых я играю, за всю команду. Я так понимаю, мои фанаты, это не совсем мои фанаты, все-таки я там с ребятами какими-то, с тем же Санты давно играю, у нас уже, наверное, именно у коллективов наших есть какие-то фанаты. Я, в принципе, очень люблю своих фанатов. Так вот, мне как бы приятно, по большому счету, во многом ради фанатов-то мы и играем. Если бы не было людей, которые бы нас поддерживали, смотрели, что-то обсуждали, писали, то какой бы смысл был бы играть? То есть, не было бы фанатов, и нас бы не было, поэтому спасибо всем, кто за нас болеет, нас поддерживает. У меня к тебе такой вопрос. Какие эмоции были у ребят, когда вы поняли, что уже победили по всей квалификации на DreamHack? Ну, Санто очень обрадовался, потому что, вот что я могу сказать, потому что, потому что, потому что он, потому что он, как бы, торопился. Не то, что торопился, но его там друзья ждут, и он все говорит, давайте побыстрее с этим закончим. А они, в первой игре, они там сидели на базе 20 минут, мы не зайти к ним на рампу не могли, а во второй игре, наоборот, мы уже сидели на базе. И все это затянулось, а Санто все хотел к друзьям поехать, которые его ждут. И он так обрадовался, он прям говорит, красавцы, все. Да, тут, кстати, тоже такой вопрос, а что вообще в той игре-то было? Там нужно было не отпускать антимага, в общем, не могли зайти на рампу, и такое ощущение было, что вы просто решили вообще не дать никому фарм, и все оккупировали, окружили, и перефармили там на 20к, буквально там, не убивая никого, фактически, и там равные примерно размены даже были. Но при этом просто не давали фармить вообще никому. боялись идти на рампу, не хотели. Ну, там, как бы это объяснить-то, ну, в общем, ситуация такова была, что у нас хороший такой, ну, задел, перефарм, там, по денежкам, я как бы не знаю, какой, но он явно у нас был. Огромный. Ну, вот, даже может быть огромный, потом по XP и по всему, но проблема в том, что если ты полезешь просто вот на рампу к врагу, вот, даже с таким перефармом просто полезешь, то у врага там дикое преимущество, потому что там узкий проход, там его вышка, его крепы, у него рядом фонтан, с которого даже если ты кого-то убьешь, он может выкупиться и прибежать, прям, телепортироваться тебе на голову с фулл хп, с фулл маной. Поэтому просто так ломиться, ну, это как бы главная ошибка доты, то есть, не то, чтобы какой прям у тебя не был перефарм, конечно, есть такие моменты, когда уже просто все равно, но часто, вот, ты имея доминацию, слабые команды, или там, даже сказать, не слабые, а не опытные команды, они, вот, это их и есть ошибка. Вот, грубо говоря, колл сделали именно эту ошибку, они полезли на рампу к нам и умерли там, умерли, и с этого момента началось их уже поражение, неминуемое практически. Мы могли бы абсолютно так же сделать, мы могли бы залезть к ним на рампу, умереть там в пятером, подарить антимагу рэмпы, и потом не знать, что делать с антимагом, который купил себе тараску. Поэтому, в таких ситуациях, ты просто ходишь по карте, занимаешь ее, ставишь варды, формишь, формишь, формишь еще 10, 15, 20, сколько угодно. Если тебе нужно победить, то, к сожалению, вот это вот такое встречается иногда, что приходится просто очень долго ждать, как пока твои артефакты, ну, будут уже не настолько сильными, что враг тебе, в принципе, ничего не сможет сделать. Сможете через месяц победить Na'Vi? Тут вопрос очень такой. Ну, это, как бы, никто не знает, что будет через месяц, как там, ну, DreamHack, собственно, покажет, как мы через месяц будем боевать. Мы построим боевой, да? Конечно, иначе мы бы не собирали этот состав и не играли бы. Отлично, будем за вас болеть. отличный разобранный пик от Virtus.pro. Спросите у NS, а не всей командой пикали или это решение капитана? Вот, кстати, да, сегодня могу сказать, что ни один пик вообще не был проигран. Более того, многие пики просто начисто были выиграны. Ну, это, в общем-то, нашего капитана, пока неизвестного никому, широкой общественности. Это, собственно, его пики. Мы практически, никто не участвовал в них. Просто, ну, как бы, как-то объяснить-то. Хорошая команда, вот, всегда в ней пикать должен один человек. Это в любой команде. Но все остальные немножко помогают. Ну, то есть, например, я знаю о колах очень много. Я в свое время, когда они были топ-1, в какой-то момент стали, как-то откуда-то появились, стали топ-1, типа, мира им там, пророчили вообще бешеное будущее пару месяцев назад. Я за ними очень много следил. Как бы они там не меняли свои страты и так далее, многое осталось. Поэтому я о них знаю досконально все практически об этих колах. И я поэтому, конечно, во время пиков против колов я там советовал многие вещи какие-то. Ну, опять же, там кому-то может что-то в голову прийти, капитан может что-то забыть или какие-то вещи. Капитан, у него основная линия, то есть, идет, да, вот я пикаю вот это, вот пикаю вот это, вот там вот то. Но он, конечно, советуется с всей командой и какие-то моменты там слушает и воспринимает. Иначе, ну, иначе не делается. Потому что люди не идеальны, человек просто элементарно может забыть про какого-то героя или не подумать о каких-то там нюансах. Ну, в общем-то, на мой взгляд, это такая вообще оптимальная стратегия, когда пикает капитан, но он, главное, там решает какая-то задумка, но, тем не менее, ему кто-то подсказывает. Ну, это, это, соответственно, стандартно для всех сильных команд. Так должно быть, ну, не должно быть, а так именно, что в любой сильной команде все так. Там, так было в DTS, в 2010-ом у нас Artstyle так пикал, так сейчас в Navi. Кстати, в DART было вообще не так. Да, вот тут есть, на StarLadder сказали, что вы проиграли, потому что много подсказывали Artstyle, и сейчас был пикер. Ну, там просто никто не понимал, ничего, не суть важна. Ладно, я думаю, это останется в завесе. Так, тут у нас вопросы кончились, вроде его больше нету, больше нету вроде интересных вопросов. Быстренько смотрю, сейчас на SK2TV нету. Мегуста, мегуста, пикафейсы и так далее. Ну, что ж, я думаю, без 24 стрим можно считать успешным. Так, ребят, в понедельник мы играем против Darar этим же составом. против, там, я не знаю, какой состав ударов. А завтра Monthly Madness я вижу, и я уже вижу, что стримером указан я. Да, да, да. Ну, завтра, значит, в 20.00, ребят, ждем следующего стрима. Так, вроде ничего больше, нету никаких вопросов, в общем-то, хорошее интервью, спасибо тебе, Ярослав, что дал его, прям хорошо так все описал, было приятно пообщаться. Да, не за что, я всегда рад. Все, давай, Неса, красавчик. Будем ждать еще успехов и удачи. Спасибо, всем пока тогда, до скорого. Да, я думаю, периодически будем вызванивать, в общем, кого-нибудь из состава и выяснять. Так, ну что, мы определили победителя, ты мне скажешь? Да, мы определили, вот там они как раз кидали. И что, он угадал прям точь-в-точь, 26 участков? он угадал. Давай проверим. Я забыл. Сейчас, ясно, у меня есть его, в общем. Так, в отличие, какая атмосфера, но я думаю, я думаю, отличная атмосфера, судя по тому, что там происходил, единственный такой момент, там, с Сантой, немножко неясный мне, но я не могу сказать, что он прям совсем плохо отыграл, в принципе, до начала не удалось, но не более того. 23, 22, 24 асиста, это у Куроки, 17 истов. Как вы относитесь к Пеке? Вопросик. Так, так, так. Играй, чем далее. Ну, во многом, скорее, такая позиция верная, чем я хочу, Пуджат. И так далее. Да. Так, все, с победителем, определяемся с определителем, и... Побеждаем с определителем. С победителем определяемся, и спать. Да, уже давно пора. Завтра, в общем, в 20.00. Завтра, да, уже завтра. там. Что да как. Сейчас быстро огласим победителя, и так далее. Там ржут, что у тебя тег подписан, еще старый, но в Skype. Да, но это у тебя он так подписан, у меня-то подписан на Virtus.pro. Да? Не обновилось просто. Возможно. А возможно, я просто руками тебя подписал, потому что я в Skype своем очень сильно путаюсь. Так, Инесс, няшка. Так, не могу найти тебя в стиме. дай ссылку на свой профайл. Сейчас дам. Ладно, после стрима. Отошлю. Шутили к уроку во время игр. Я потерял вообще. Что скажешь, по поводу будущего со старой, но я думаю, это не к нему вопрос. Так, на команду, кстати, выписали премию. Да, я тут уже читал. Ну, заслуженно, заслуженно. Реально, первый раз сыграть и обыграть фактически там очень сильные команды, причем в таком стиле действительно очень хорошо, особенно вот как раз таки мне понравилось, как Инесс ответил на вопрос, почему они там не лезли, боялись, что... И следующая игра, опять же, их оппоненты, колл, совершают ошибку, которую не сделали они. Именно вот в понимании, в макро, так сказать. Молодцы, молодцы. 14-16 коммент там. Блин, какой еще там этот... Я его просто потерял. У меня есть, в общем, майлы победителей. Я просто почему-то не могу его найти. Ани Лост и Дежаволс. 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 Кто-то в курсе, отпишитесь в чат, какой-то комментарий там победил. Сообщать, что 28 ассистов было. Нет, там был 26... Я щас чекнул. У нас табличка где-нибудь сохранилась. В общем, завтыкались с этим моментом. Да, 26, точно 26. 26. мне тут скайп даже пишут. Привет, я твой друг. Выиграет Virtus.pro Люцифера 21 ассистов. Но скайп не принимается, ребят. Sorry. Какое разрешение юзаешь в игре для стрима? HD 1280 на 720. А вот, Ани Лост, VP, Люцифер, 24 ассистов. 579-й комментарий победил. Окей, то есть мы... И добрал только два, да. У меня есть, в общем, его майл. Это хорошо. Ну что, будем прощаться со зрителями. Всем спасибо, кто был с нами. Спасибо, что болеете за Virtus.pro. Хочу сказать. Да, очень много сегодня было зрителей. Всем приятно, ну, со всем приятно пообщались в чате. Также про SK2TV ребятами не забываем. И там я также буду вешать свои стримы по-прежнему. Ничего в этом плане не меняется. Буду читать чат, и поэтому ждите анонсов и на SK2TV Следующий анонс будет 8-го числа, и, собственно, следующий стрим будет завтра уже в понедельник. Да, то есть не завтра именно, 6-го, а 7-го числа. 7-го, да. Но это только от Virtus.sof, то есть так-то может еще что-то будет, не знаю, честно говоря, хотя последние дни только и дело, что стримил, может быть, возьму перекор. Что ж, всем спасибо, всем пока. С вами был портал Virtus.pro.org, SK2TV.ru, и мейлсторм, и Virtus.pro.test. Всем спасибо, всем пока. Так, пока.